Восхваляю Аллаха, Господа миров, хвалой благодарных и поминающих его рабов. Благословляю и приветствую нашего Господина Посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Далее, мои дорогие друзья, где бы вы ни были на земле Аллаха, ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. В доме кого-либо из нас может быть больной, который болеет уже долгое время. Пожилой человек, престарелая мать или бабушка, мальчик или девочка, жена или муж. А болезни, судя по внешним признакам, можно сказать, что это то, чего никто не любит. Однако, можешь ли ты представить, что эта же болезнь в то же самое время несет большое благо, искупление грехов, возвышение в степенях. Аллах говорит в священном хадисе, «Раб мой, я голодал, а ты не накормил меня». О, Господь, как ты можешь голодать, ведь ты Господь миров. Разве ты не знал, что такой ты мой раб голодал? Если бы ты накормил его, то нашел бы это у меня. Я хотел пить, но ты не напоил меня. О, Господь, как ты можешь хотеть пить, ведь ты Господь миров? Он скажет, «Раб мой, «Разве ты не знал, что такой-то мой раб испытывал жажду и просил тебя напоить его?» «Но ты не напоил». «Если бы ты напоил его, то нашёл бы это у меня». «Раб мой, я был нагим, но ты не одел меня». Человек спросит, «О Господь, как ты можешь быть нагим, ведь ты Господь миров». Он скажет, «Разве ты не знал, что такой-то мой раб в нужде, он просил у тебя одежды, но ты не дал ему». «Если бы ты дал ему одежду, то нашёл бы это у меня». А теперь по нашей теме. «Раб мой, я болел, но ты не навестил меня». Он спросит, «О Господь, как ты можешь болеть, ведь ты Господь миров? Разве ты не знал, что такой-то мой раб заболел, и если бы ты навестил его, то нашел бы меня рядом с ним?» Он не сказал, «Ты нашел бы это у меня». Нет. Он говорит, «Ты бы нашел меня рядом с ним». Почему? Аллах не помогает рабу до тех пор, пока тот не проявит свою слабость перед Аллахом. Всевышний сказал, «Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы». Аллах оказал вам поддержку при Бадре, в битве при Бадре. Когда вы были слабы. Слабы перед кем? Перед Аллахом. Перед Аллахом. Но если же человек высокомерен, то нет. Так и больной проявляет свою слабость перед Аллахом. Каким бы ни был этот человек до болезни, сильным, злым, своенравным, в делах которого все боятся, который может любого отчитать, который, например, в администрации, однако, когда он заболеет, ты увидишь его смиренным, голос его стих, глаза закрыты. Иной раз может прокатиться слеза. Он смотрит на своего маленького ребенка, субханаллах, и говорит, «О Господи, кто позаботится о нем после меня, когда меня не станет?» То есть он ближе к Аллаху. То есть больной ближе к Аллаху. Но есть один нюанс. Ты видишь, что болезнь прогрессирует. Это потому, что Аллах хочет, чтобы все это время к тебе не спосылалась милость. Он хочет, чтобы в твоих мольбах между тобой и небесами организовалась горячая линия. Он хочет, чтобы те, кто возле тебя, получали воздаяние и вознаграждение. И еще кое-что, о чем многие люди даже не подозревают. Вот больной. Что ему нужно? Доктор. Так. То есть больной становится причиной пропитания доктора. И тут нюанс. Вот врачи. Чего они добиваются? Врачи добиваются того, чтобы пациент исцелился. А когда Аллах исцелит этого больного, разве он снова идет ко врачу? Нет, не идет. И получается, что доктор, субханаллах, борется против своего удела, но его удел приходит к нему. Аллаху акбар. То есть кто-то проводит работу против своего заработка. Но в итоге получает его. А этот врач, сколько в него вложили его мать и отец, пока он не стал доктором? А откуда ему получать средства к существованию? От болезни твоего близкого. А санитары, фельдшеры, администрация, секретариат, которые с ним работают? Они все откуда получают зарплату? С болезни твоего близкого. Потом доктор прописывает лечение. На чем? На бумажках? Откуда они? Из типографии. Той типографии, где работают люди. Где стоят машины, импортные или отечественные. Эти машины и материалы откуда? Их привозят на транспорте, пароходах, кораблях, самолетах, грузовом транспорте, поездах, автомобилях. Субханаллахи лазим. Там работают водители, рабочие, роботы, инженеры, которые следят за состоянием самолетов и пароходов. Тратится топливо, уголь, бензин. После того, как доктор пропишет лечение, больной идет в аптеку. Показывает аптекарю рецепт врача. Аптекаря тоже обеспечивали отец, мать, субханаллах. А еще помощники есть. А за этой аптекой, за этими лекарствами работает целый мир под названием фармакология. О, Аллах. Лекарства, компании, исследования, центры, заводы. Субханаллахи лазим. И все это... Вот смотри, таблетка, которая дошла до тебя, или инъекция, которую ввели тебе или твоему больному близкому. Сколько она открывает путей для пропитания? Ты скажешь, почему это я должен их кормить? Пусть Аллах дает им пропитание. Аллах создал такую связь между людьми. Не смотри только на свою собственную проблему. А если болезнь длится уже долгое время? Я бы не хотел, чтобы мусульманин или мусульманка, верующие или верующие, говорили, что эта болезнь хроническая. Или что болезнь неизлечима. Нет хронических заболеваний. Нет неизлечимых болезней. Есть неспособность врачей и ученых, которые, возможно, еще не пришли к рецепту лечения от этого заболевания. Для каждой сотворенной Аллахом болезни он создал лекарства, кроме старости и смерти. А для всего остального лечение есть. Просто медицина, возможно, еще не нашла соответствующее лекарство. Иногда два человека заболевают одной и той же болезнью. Оба принимают одно и то же лекарство. Один излечивается, а у другого болезнь все на той же стадии. Почему? Потому что Аллах вложил таинство в лекарство, которое сработало для первого, но не повлияло на второго. Этот исцелился, а этот нет. Субханаллах. Дальше. У тебя сын, скажем, немного непослушный. Представим. Сын, в котором схожесть с сыном Нуха. Говоришь одно, делай другое. Говоришь направо, идет налево. Субханаллах. Не слушается тебя. Тогда спроси себе. А я слушался своих родителей? Слушайтесь своих родителей, и ваши дети будут слушаться вас. Кормлю ли я его халялем? Богобоязнен ли я в отношении него? Доволен ли Аллах моим отношением к этому ребенку и его матери? Либо все воспитание только в том, чтобы он учился в такой-то школе, таком-то университете, изучил такой-то иностранный язык? А где его нравственность? Где поведение? Где богослужение? Это необходимо. Дальше. Иногда болезни бывают душевные. Твоя жена постоянно недовольная. И ты устал от нее. Она не поблагодарит тебя ни за малое, ни за большое. Будь внимателен. Если вы терпишь ее плохой характер, Господь даст тебе подобное тому, что он дал Аюбу за его терпение. И ты, дочь моя, супруга. Если твой муж, упаси Аллах, жадный, грубый, или, извиняюсь, недалекий по сравнению с тобой, более сообразительный, терпи его. Знаешь, чем тебе воздастся? В раю тебе построят дворец рядом с дворцом Аси и жены фараона. И еще кое-что. Есть люди, которых в рай приведут не их деяния. Аллах, субханаху атаали, испытывает их чем-нибудь. Либо утомительный муж, либо жена изнурительно, либо непослушный сын, либо непокорная дочь. Так увеличиваются их благодеяния. Благодеяния увеличиваются благодаря чему? Терпению. Я хочу сказать, что когда человек получает такую жену, или такого мужа, или сына непослушного, или дочь такую, им надо очистить свое намерение ради Аллаха. Почему? Наш Господь сказал, «И мы сделали его жену способной на это». Кто сделал ее способной? Аллах. Не психолог. Не шейх Омар. Не еще кто-то. Нет, это Аллах. И мы сделали его жену способной на это. Да будет Аллах доволен Омаром Абдуль-Азизом. Однажды кто-то, прогуливаясь по Дамаску, увидел стадо баранов и сказал, «О пастух, я вижу 30 собак при твоем стаде. Разве это разумно? И одной же хватит? А у тебя их 30». А он отвечает, «О такой-то, это не собаки. Это волки». О Аллах. 30 волков. 30 волков, субханаллах. Пасут овец. Он продолжил. «С тех пор, как Омар ибн Абдуль-Азиз стал правителем мусульман, волки пасут нам наших овец». Когда эта история дошла до Омара в Дамаске, он сказал, «Мы уладили то, что между нами и нашим Господом. И Аллах уладил между волками и овцами». Я хочу сказать вот что. Тот, кто смотрит меня сейчас, у него есть жена. «Исправь то, что между тобой и Аллахом, и Аллах исправит то, что между тобой и твоей супругой. И ты, дочь моя». Внимай словам. Не будь упрямой. И, субханаллах, исправь то, что между тобой и Аллахом, и Аллах исправит то, что между тобой и твоим мужем. Ведь сердца во власти Аллаха. Он переворачивает их, как пожелает. «О Аллах, поверни наши сердца к поклонению и послушанию тебе. И отдали наши сердца от ослушания тебе. Исправь отношения супругов между собой, отношения между пастухом и паствой, правителем и подчиненными. И исцели больных среди нас. Смилуйся над нашими усопшими. Окажи содействие нашим детям в том, что ты любишь и чем ты доволен. Не забывайте нас в своих праведных мольбах. И я вверяю вас Аллаху, доверенное Которому не пропадет. Субтитры создавал DimaTorzok